Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите итоговый выпуск программы новости РЕН-ТВ Саратов. Сегодня у нас в гостях писатель, бизнес-тренер, общественный деятель, женщина, в которой течет самурайская кровь, Ирина Мецуна Хакамада. Здравствуйте, Ирина Мецуна, рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о цели визита в наш славный город. Я не первый раз приезжаю в славный город Саратов, в этот раз с мастер-классом, который называется «Да, у жизни» или «Три ключа к успеху». Каким образом в наши непростые времена, непредсказуемые, когда мы не можем понять, ни что происходит в экономике, ни в политике, и мы не можем планировать ничего даже на год вперед, как в этих условиях все равно быть счастливым и успешным. У меня большой опыт, я прожила много кризисов и вышла оттуда с большими дивидендами, чем до того. Я делала свою карьеру в том числе и в 90-х. Это были очень турбулентные, непредсказуемые времена, и все получилось. Скажите, пожалуйста, что вдохновляет вас на вот такую деятельность? Это самурайская кровь? Откуда черпаете энергию? Ну, человек черпает энергию только тогда, когда делает то, что ему нравится. Мне очень нравится обучать людей, помогать им по жизни, просвещать их. У меня получается. Кстати, у нас есть сюжет. Давайте его посмотрим. Вы, бирал, все равно все просрали. Нахрен вы нужны? Потому, как уверена Ирина Хакамада держится на сцене, трудно представить, что когда-то она была некоммуникабельной и боялась публичных выступлений. Сейчас бизнес-леди на своих встречах с публикой общаются легко и непринужденно. Вы что, хотите, что вам не плевать на деньги сказать? Что за ханжество? Вы когда слово «деньги» произнесете? Прям все цветы такие, да? Вот ради статуса готов за 100 долларов работать в месяц. Деньги, конечно, модель потребления работает, куча глянцевых журналов. Мужики меняют машины, как перчатки. Нас жрать нечего, а каждый мечтает вообще, что у него теперь уже новая мечталка Тесла была. В Саратов с мастер-классом Ирина Хакамада приезжает уже не первый год. Каждый раз в зале аншлаг. Мужчины и женщины, бизнесмены и безработные, молодежь и пенсионеры. Весь мастер-класс Ирины Хакамады построен на ее личном опыте. Зрителям она дает советы для конкретных случаев. «Нельзя захотеть и тоже, чтобы завтра этого добиться. У меня путь. Вот так, небольшими шагами к самому себе. И если не нравится, значит меняем. Вот, например, прошла в депутаты, получилось, но не понравилось. Значит, не надо дальше двигаться. Это цель ложная. Опять ищем в себя и опять начинаем. Поэтому путь не туда к цели, это американская модель, а путь в себе». Были на мастер-классе и те, кто пришел не просто послушать интересного и успешного спикера. Вооружившись блокнотом и ручкой, поклонники Ирины Хакамады записывали за своим кумиром рецепты бизнес-стратегий. «Если вы решили порвать и уйти в противоположный бизнес, вот как я преподавала, а решила заняться частным бизнесом, и вы поняли, что вы все равно это сделаете, опять же, восточный подход не спешит. Вы не бросаете работу, но свободно, наверное, вы занимаетесь этим самым маленьким скромным бизнесиком или даже идете где-то, помогаете кому-то работать в чужом бизнесе, чтобы понять и разобраться». Своему слушателю Ирина Хакамада дает советы не только о бизнесе и политике, но и с легкостью рассказывает о том, как повысить самооценку, убрать страхи, избавиться от перегрузок и депрессии. «Встреча длилась около трех часов. Это время для зрителей не прошло даром. Каждый получил ответы на множество вопросов и вышел из зала с уверенностью в собственных силах». «Каждая женщина, она, как я уже сказала, индивидуальна, и кто-то больше, да, там расскажет про то, как тебе нужно, может быть, одеться, привлечь внимание, что посмотреть, куда сходить. А здесь я, наверное, больше для себя черпаю именно вот гармонию какую-то. Выходишь, не хочешь ни с кем не ругаться, то есть именно вот по психологии она бьет все рекорды». «Направлено на женскую больше аудиторию, но тем не менее, я думаю, что будет полезно мужчину взглянуть, наверное, на бизнес мира и на точку зрения женской стороны». «Она мне открыла что-то другое, я узнала о том, что должно быть хобби, отдыхать, то есть какое-то направление новое, в котором я буду двигаться, и я получу то, что мне нужно. То есть очень неожиданно и в то же время настолько мне это надо было, что вот я и получила. Теперь, если Ирина Хакамаду будет в нашем городе, я уже буду приходить на «Направлено», потому что мне очень понравилось». После мастер-класса зрители долго не отпускали Ирину Хакамаду со сцены. Она уделила время каждому зрителю, ответила на вопросы, подписала книгу и сфотографировалась на память. «А какие планы на ближайшее будущее? Чем сейчас занимаетесь? Я слышал, что готовится, вы хотите снять фильм, так ли это?» «Нет, с фильмом я закончила, я уже не хочу его снимать, сценарий где-то бродит, я с этим больше не хочу связываться, это очень сложно сегодня в России. А я много чем занимаюсь, но главное это писать книги, читать лекции, и сейчас у меня есть несколько, ну, две программы. Одна из программ утренняя, где я тоже помогаю, читая мастер-классы по 7 минут. Замечательно. Как движется работа по поводу организации новой линии одежды? Так ли это? Она продвигается каким-то образом сейчас? Я не занимаюсь моделированием одежды, это просто я бренд-менеджер, я создала марку Хакама, перебрендировала ее, а Елена Макашова является моделиром. Ну, как любой малый бизнес, сейчас испытывает огромные трудности, но поскольку у нас вещи очень модные и при этом недорогие, то уровень продаж сильно не упал. С вашего позволения, я сегодня не буду задавать вам много вопросов, точнее вообще не буду задавать относительно политики, геополитических каких-то моментов, сегодня больше давайте поговорим о вас. Вот Ирина Хакамада, сильная женщина дома. Вы на работе и вы дома. Отличаетесь ли вы? Очень сильно. Дома я японская жена, а на работе я лидер. Дома я не лидер, а партнер своего мужа. Я очень много готовлю, очень хорошо готовлю. Я хозяйка в доме обеспечиваю, чтобы все функционировало, а муж занимается теми вещами, о которых мы с ним договорились. Он обеспечивает отдых, он организует по большому счету большие покупки, он следит за тем, чтобы машины не ломались. Поэтому я дома тихий, спокойный, женственный такой человечек, который параллельно своим мужем в равных позициях обеспечивает наше уютное гнездо. Есть ли слабые стороны у сильной женщины? Сильная женщина всегда обладает слабыми сторонами, но в отличие от слабой женщины, сильная женщина их не скрывает. Слабый мужчина и слабая женщина всегда скрывают свои слабости, а сильный человек спокойно их показывает. Вот это не могу, здесь не знаю, здесь не умею. Помогите. Вы говорили, что вы любите готовить. Какое ваше фирменное блюдо? Мое фирменное блюдо – это овощной плов или рисовые овощные суши. Замечательно. Звучит аппетитно. Вы больше романтик или прагматик? Я гений, поэтому и то, и другое. Что больше всего цените в людях? Искренности. Как вы предпочитаете проводить свободное время, если таковое имеется, конечно? Смотреть кино. А любимый жанр? Я кинофрик, киноман, поэтому я смотрю все. Я люблю боевики, я люблю триллеры, я люблю детективы, я люблю мелодрамы, я люблю комедии. Я люблю всех и вся есть это качественное, хорошее кино. И еще один вопрос, не могу не спросить, нас смотрят много женщин. Как вам удается сохранить замечательную форму? Если женщины хотят сохранить замечательную форму, то первый, шаг номер один, ее вначале надо сделать, потом ее надо удерживать, а потом ее нужно развивать. Для этого, милые женщины, занимайтесь тем, что вам нравится, и пытайтесь за счет этого заработать, пусть даже маленькие денежки. Это так вдохновляет, что после этого сразу начинаешь худеть. Ну что ж, на этом наш выпуск подходит к концу, спасибо, что были с нами, до новых встреч. Я напоминаю, у нас в гостях была Ирина Хакамада, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok